ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ КРЕЩЕНИЕ РУСИ Преподобным Нестором в начале XII века был составлен летописный свод, названный Повестью Временных Лет. Весной 988 года князь Владимир с царевной Анной вернулся в Киев. Вместе с ними прибыл митрополит Михаил с духовенством. После всего этого Владимир взял царицу, и Анастаса, и священников корсунских с мощами святого Климента, и Фиева, ученика его. Взял и сосуды церковные, и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуне на горе, которую насыпали посреди города, выкрадывая землю из насыпи. Стоит церковь та и доныне. Отправляясь, захватил он и двух медных идолов, и четырех медных коней, что и сейчас стоят за церковью Святой Богородицы. Корсунь же отдал грекам, как вену, за царицу, а сам вернулся в Киев. И когда пришел, поверял опрокинуть идола, одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к ручью, и приставил двенадцать мужей колотить его палками. Делалось это не потому, что дерево что-нибудь чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей в этом образе, чтобы принял он возмездие от людей. Когда влекли Перуна по ручью к Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого крещения. И притащив, кинули его в Днепр. И приставил Владимир к нему людей, сказав им, «Если пристанет где к берегу, отпихивайте его, а когда пройдет пороги, тогда только оставьте его». Они же исполнили, что им было приказано. Языческие идолы были разрушены. Греческий митрополит Михаил вместе со священниками ходил по Киеву и проповедовал жителям веру Христову. Затем послал Владимир по всему городу сказать, «Если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря, «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наши бояре». На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр. И сошлось там людей без числа. Вошли в воду, и стояли там одни до шеи, другие по грудь. Некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же стоя совершали молитвы. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ. А дьявол говорил, стяная, «Увы мне, прогнан я отсюда! Здесь думал я обрести себе жилище, ибо здесь не было учения апостольского. Не знали здесь Бога, но радовался я служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апостолами и не мучениками. Не смогу уже царствовать более в этих странах». Люди же, крестившись, разошлись по домам. Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди Его. Воззрел на небо и сказал, «Христос – Бог, сотворивший небо и землю. Взгляни на новых людей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как познали Тебя христианские страны. Утверди в них правильную и неуклонную веру и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу». Князь особенно заботился о духовном просвещении народа. По всей Руси начали возводить храмы. «И поставил церковь во имя святого Василия на холме, где стоял идол Перуна и другие, и где творили им требы князь и люди. И по другим городам стали ставить церкви и определять в них попов, и приводить людей на крещение по всем городам и селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное. Не слышали они раньше учения книжного. Но по Божьему устроению и по милости своей помиловал их Бог, как сказал пророк «помилую, кого хочу». Ибо помиловал нас святым крещением и обновлением духа, по Божьему изволению, а не по нашим делам. Благословен Господь Иисус Христос, возлюбивший русскую землю и просветивший ее крещением святым. «Какая радость! Ни один и ни два спасаются!» Сказал Господь, радость бывает на небе и об одном покаявшемся грешнике. Здесь же не один и не два, но бесчисленное множество приступили к Богу, просвещенные святым крещением. Ибо апостол Павел говорит, «Братья, все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились. И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Через Него получили мы верою доступ к благодати этой, которой хвалимся и стоим». Вот почему должны мы служить Богу, радуясь Ему. Великий князь Владимир стремится не только Киев, но и всю свою державу просветить светом Христовой веры. Он посылает проповедников и священников во все концы Руси крестить народ, строить церкви, создавать школы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok